Доброго здоровьячка, хунту и хунтуберы! Мы из Украины. День 39. Во-первых, сегодня я расскажу, где пропадал несколько дней. Во-вторых, покажу и расскажу, куда идут донаты, и не только они. Приблизительно опишу объемы помощи и потребностей, расскажу о брониках, попробую описать Украину в это время, и в конце зафиксирую момент небольшой сводкой, чтобы в будущем всегда понимать, в какое именно время был сделан этот ролик. «Слайды не всегда будут совпадать с рассказом, просто потому что рассказа много, а слайдов с дороги у меня нет, потому что снимать нигде ничего нельзя, спасибо мудрому правительству. А вот фоток работы деда, музея и вообще всего этого мурашника достаточно. Тож, девица, слухай-то и наказить по тем, что начулы». План был внезапный, потому что нужное количество броников образовалось вдруг, и времени на размышления не было, потому мы быстро собрались и выехали из Киева на Павлоград по правому берегу. «Ни попутчиков, ни груза попутного найти за такой срок не удалось, и я понимаю, почему. С одной стороны, не самое востребованное для беженцев и грузов направление, а с другой, украинцы с большим недоверием сейчас относятся к постам, типа «Еду туда-то, возьму попутный волонтерский груз и пассажиров». Хейвозы, кто за этим стоит?» Но одного попутчика мы все ж нашли, и вот тут важный момент. Андрей узнав, что рейс волонтерский, заплатил вместо предложенных 300 гривен или бесплатно доехать до Днепра 2000 гривен, со словами «Вы же волонтеры, придбайте что-то с хлопцем». «Ей, Йорки, вы еще не поняли, что мы вас всей нацией будем закапывать, и таки закапаем». «Андрію, мы подвезли тебя максимально близко до брата, и сподіваюсь, ты встег додому». «Мы встегли до комендантской часы, буквально в притул встегли. Еще раз дякую тебе за донат и за дорогу». Кратко я пишу теперь дорогу. Блокпасты всюду, просто на каждом шагу. Где-то они крупнее, где-то просто елочка из бетона, где-то стоят ежи, но везде стоят хлопцы разной степени подготовленности, но очень внимательные. Края ежей везде, кроме, блин, Киева, помечены накидкой, тряпкой, палкой, где как, чтобы случайно не порвать борт машины, и только в Киеве проехать блокпост – отдельный квест. Особо по сумеркам. Согласен, с одной стороны, нефиг гонять, но с другой, в общем, не понял я этого отношения Киева к своим же. Сама дорога, в принципе, нормальная. Ехать можно. На одном только участке сплошные дыры. Мы торопились, потому люто злечь. Топлива нет. Отъехав от Киева, не надейтесь на скорую дозаправку. Ближе к Днепру стали попадаться заправки с лимитом в 20 или 30 литров. Доехать доедете постоянно до заправки и потратите просто тьму времени. Газ встречается гораздо чаще, чем соляра или бензин. По дороге в Павлоград мы пытались купить сигарет, потому что сигареты – это такая гадость, без которой воюется плохо. Не надо тут за здоровье, потому что лично я не курю уже давно, но на фронте курят все. И все, любое, в любых количествах. Поскольку выехали мы из Киева рано, заскочить в крупные ТРЦ не могли, а по киоскам придорожным цены космические, а запасы комические. Мы ехали на волонтерскую базу, по сути, потому нам нужно было всего и много. Спасли нас в АТБ в городище. Люди, люди из АТБ-городище. Если вы смотрите этот ролик, я хочу очень сильно вас поблагодарить. Вы не знали, что это пенс-команда. Мы просто попросили вас нам помочь, и вы сделали все, чтобы мы уехали от вас с посылочкой. Хунтуберы, мы зашли в АТБ, попросили продать нам сигарет для нуля. Нам не просто помогли, нас, по сути, снарядили. Нам отобрали прямо со склада лучшие из недорогого. Отобрали столько, сколько нужно. Дали кофе на выбор, все уложили. Провели без очереди на кассу, где можно было рассчитаться картой. Многократно предупредили, что сумма будет большой. Помогли успокоить людей в очереди, которым пришлось пропускать на своне очереди. И даже охранник помог нам довести тележку до буса, разгрузиться и сам отвез тележку к магазину, чтобы мы не теряли время. И этих людей пришли деноцифицировать орки? Эй, мародеры бензоколонные, вы еще не поняли, что мы вас всей нации будем закапывать и таки закопаем? АТБ в городище. Спасибо. Дальше скучно и устало. Приехали на место, мы уже затемно. Очень сложно ехать по трассе на ближнем свете, сильно спешить и все время бояться нарваться на бетонный блок. Но нам повезло. Мы пристроились за скорой и шли за ними со скоростью около ста, потому доехали нормально. Павлоград встретил сиреной воздушки, но в отличие от Киева, там она звучит страшнее. Нет высотной застройки и ощущение, будто она орет у тебя в кармане. Прилет на Синельникова, небольшая передышка и снова вой. Твари, твари. Ходите и оглядывайтесь в каждом своем орачьем городе. Мы придем за каждым из вас, и никакой тупой правитель нас не остановит. Мы придем не за вашими коврами, кроссовками и телеками. Мы придем за каждым из вас лично. Короче, спать той ночью толком не получилось. В шесть утра подъем и погнали по делам. Чтобы вы понимали суть. Я все время показывают разные фото, так вот картина такая. Дед организовал всех, кто хочет и может помочь и помогает. Работа кипит круглые сутки, без пауз и на сплошной светомаскировке. Построен и оборудован ангар, в нем кровати, вернее спальные места, он же склад. В музее склад, в каждом уголке склад. Машины, соляра, сталь, картошка, сало, лекарства со всего мира, от простейшего аспирина до сложнейших кровоостанавливающих систем. Работают волонтерские центры в Канаде, в Польше, в Австрии, по всей Украине. Помощь приходит, сортируется, распределяется и отправляется каждый день десятками бортов. Приведу несколько цифр. В день расходуется на транспорт около 300 литров солярки. Просто представьте, сколько это в тоннах грузов. На фронт отправлено 3000 бронников. Мы забрали 36 и еще 900 готовилось к отправке на Луганск-Донецк. Сумы, Черников, Киев, Харьков, Юг. Всюду работает хунта и работает успешно. Я не могу вам рассказать обо всех направлениях работы деда и его людей, просто не могу пока, потом, после войны. Я потрачу время и сделаю, наверное, фильм. Сейчас не могу. Но если вы слышали историю о том, как четверо тех, кого нигде нет, поймали колонну из 13 единиц бронетехники, орков, 2 единицы сожгли, а 11 экспроприировали во вполне рабочем состоянии, то вот это одно из направлений работы. Мне посчастливилось каждому из этих хлопцев пожать руку. Чем я теперь страшно горжусь. Так, теперь про броники. Наши с вами долгие поиски, множество сообщений отовсюду с предложениями помощи привели нас вот к таким результатам. Сейчас в производстве броников используется несколько типов стали. 30 МНБ-5 с закаливанием. Дуростат-500 профильная бронесталь. Украинского производства 30 ХГСА с закаливанием. В планах Хардекс-500 тоже профильная бронесталь. Словом, все, что можно в этом деле использовать. Пластины идут толщиной 6-8 мм. Передние пластины теперь делаются с антирикошетным покрытием. Резина повышенной твердости и миллиметровая пластина металла. Броники получаются весом 11-12 кг, что вызывало откровенный восторг на блокпостах. Когда наш груз там проверяли, хлопцы сильно удивлялись. «Яки лыгэсенькие! А нам дал ее чуть-черт тюню! Дыха ты в них не можлаю!» Но это все техническая лирика. Факты говорят вот что. 7-62 эту броню не простреливают. Плиты не разваливаются. Ни после первого, ни после второго отстрела. Мне лично дали в руки калашмат и заставили проверить. Подтверждаю. Не пробивается от слова «ВАБЩЕ». Еще раз уточню важный момент. Наши воины не платят за это все ни копейки. Это чистейшая волонтерка. Это ваши донаты каналу. Это ваши донаты напрямую деду. Это волонтеры по всему миру. Я хочу сказать спасибо тем хлопцам, которые не просто придумали, как организовать производство броников, но и сумели наладить производство и делают это каждый день в условиях, максимально приближенных к боевым. Вы самые настоящие герои. Как только я смогу, обязательно расскажу ваши истории и озвучу ваши имена. Жизнь, не спасенная вашими руками, будут прославлять вас и ваших потомков. Всегда. Ибо Украина была, есть и будет. Когда мы уже вернулись в Киев, пришло сообщение от деда. Купили несколько швейных машин и теперь смогут работать с более плотной тканью, тем самым расширив ассортимент и производство. А, и еще нужна одна машинка. Одну Эльку видел в боксе, как раз собирались на нее ставить Дашку. Нужна будет еще одна. Кому работать? Есть. Нужно на чем работать? Эй, мародеры-бензоколонные, вы еще не поняли, что мы вас всей нацией будем закапывать? И таки закопаем. Не бегайте сильно, умрете уставшими. Насладитесь своими последними днями. Буду заканчивать. Вроде про все вкратце рассказал. Фиксирую момент. На сегодняшний день уверенно сообщается о разблокировке Чернигова. Идут зачистки подъездов. Полные очистки киевщины от орков. Путин кинул своих рабов с овещанными выплатами. Ваш сынуль аж был на учениях, так что денег нет, а я вас никуда не поцелал. Так и надо, сволочам. Пускай жрут друг друга. Невиноватых там нет. Мы теперь точно знаем это. С видео и аудиофиксацией. В Украину из Австралии, Германии, США передается до 500 единиц боевых бронированных машин. Это наступательное вооружение. Также дроны и антидроновые оружия. Ракеты с лазерным наведением. И много-много прочего. Анонима взломали российский Липецкий механический завод, выпускающий компоненты для зенитно-ракетных установок. В сеть слили 25 гигабайт данных завода, которые помогут обнаружить слабые стороны ПВО России. Также выложили в открытый доступ заводскую переписку. Финляндия ускорила интеграцию в НАТО, старается успеть до лета, так как исключать набега одичалых рашистов нельзя. Литва, первая отказалась от отравленного российского газа, тоже сделали. Эстония с Латвией, Польша на подходе. Все очень надеются, что арахами, над которыми ржет даже Азиров, поскорее заткнут. Любые реальные переговоры начнутся после полной демилитаризации вшивой рашистской армии, деноцификации Орду и Крыма. На данный момент наиболее тяжелые боевые столкновения идут в Харьковской области и на Донбассе, где Путин сконцентрировал все свои пополнения и остатки бежавшей из Киевщины группировки. Марик держится. Орки запланировали взять в Кольцо Днепр с заходом со стороны Изюма и Кривого Рога, поэтому совсем не до глупостей. Після того, что весь світ побачил в Бучі, Гостомелі, Ирпені и після того, что світ еще не бачил Зимаріуполя, Изюма, Попасною, Лисичанська, Северодонецька, доповідаю, суд був коротким, вироки вже винесено и они будут втілені. Хлопцям час дорогу. Побажайте им натхнення и твердої руки. Звід закінчу. Слава Україні! Бережите себе! Ставте вподобайки та ставайте донаторами Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стало сіренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину усього прибутку від каналу Пенс направить на перемогу. Тож перегляд, донат, репост і коментар – це ваш внесок у перемогу України.